Всем привет! Мы красили дом к Рождеству, снеговичка поставили, навесили здесь гирлянды. Они у нас сами зажигаются, когда темнеет автоматически, и потом утром сами отключаются. Украсила двери. Двери здесь, двери в дом. И здесь уже нарядила елочку. Елочку нам привезли два дня назад. Вот о елочке, хочу сказать, она стоила 548 долларов, но у нас была 10% скидка, поэтому вышла подешевле. Я вам хочу сказать, что она стоит своих денег. Она очень пушистая, она очень красивая и так прочно стоит. Если даже кошка по ней начнет взбираться, то она не завалится. Елочка сделана по какой-то новой технологии. Она состоит из четырех частей. Но когда каждую часть присоединяешь к другой, она автоматически подсоединяется к розетке. То есть вот шнур идет в розетку. Здесь переключатель. Там 8 разных режимов, как можно переключить. Можно просто сделать беленькую, можно вот так вот, как я, мультиколор. И различные позиции, связанные с этими цветами. Но вот когда присоединяешь каждую часть к предыдущей, то есть она как бы там внутри, в стволе, проходит сама розетка. И они подключаются. Лампочки сами, они проходят прям в ветках, поэтому нет проблем, чтобы потом снимать эту гирлянду, как-то распутывать на следующий год. Все сделали попроще, по уму. Ну, шишки, кстати, как ни странно, настоящие у елки. Она сама выглядит как настоящая, очень такая симпатичная. Вот. И шишки реальные. Вот я ее уже нарядила. У меня, к сожалению, шарики не в цвет, то есть они остались у нас со старого дома. Там у нас была фиолетовая мебель, мягкая. А здесь у меня как бы другой стиль задуман. Но в этом году я уже ничего не стала покупать сейчас, спешить. Потому что у нас сейчас время поджимает. Родственники приезжают через два дня, прилетают к нам на неделю. Вот у меня сейчас голова другим забита, а потом и Рождество начнется. В общем, в этом году обойдусь без шариков. В смысле, без стильных каких-то шариков, которые подходят именно к этой комнате. А в следующем году уже не спеша куплю. Потому что что-то покупать сейчас в попыхах я все равно не найду то, что я хочу. Я еще даже не определилась. Вот. Эту каминную полку я украсила. Вот. В таком стиле я хочу последующие шарики покупать. То есть они у меня будут золотистые, серебристые и красные. Может, такие веточки еще докуплю туда. Или что-то вот с такими цветочками. Каминную полку я тоже вот нарядила. Все помнят в предыдущих видео, как я покупала вот эту деревянную елочку в магазине. Деда Мороза. Вот этого старичка с бабушкой. И их внучку. Оленя. И вот эти новые носочки. Один будет для мужа, один будет для меня. Я еще их не вышила. Вышью, как только дойдут руки. И для нашей Машульки. Все знают, у нас кисочка живет. Машечка. Вот я и сюда положу на Рождество вкусняшки. Это для нее носочек специально. Здесь подарочки я уже завернула. Это для соседки и для моих подруг. Здесь тоже небольшую такую композицию сделала. Вот так вот. Рождество. И стол украсила. Гостевой стол. Вот скоро приедут наши родственники прилетят. И мы будем тут за этим столом кушать. Потому что за тем маленьким в кухне мы, наверное, не поместимся. Хотя муж говорит, давай его просто, ну, как бы, вставим вот эти серединки в столе. И сделаем его тоже на 6 персон из 4. Так что, может быть, сделаем и так. Так что, вот такая у меня елочка. Кстати, на елочку гарантия 2 года. Вот здесь, значит, гарантийный талон. Если перестанет она работать, то есть лампочки перегорят. Или еще что-то. Или погнется, или что-то отвалится. То нам ее должны заменить на новую. Точно такую же. Вот елка высотой 9 футов. Это примерно 3 метра. У нас тут еще остается метр до потолка. Ну, в общем, смотрится так, симпатичненько. Если вот отойти, отойти далеко. Далеко, далеко отойти. Вот так вот посмотреть издалека. То просто глаза радуют. Да, еще вот вниманием обделила вот этих моих оленей. Или лосик, кто они. Кто они такие. Ну, они у меня с того старого дома. Они у меня уже давно. Несколько лет. Вот. Так что все. Всем спасибо за просмотр. И приятной суеты предрождественской, предновогодней. И всех с праздниками. Пока. Пока.